Информационное обеспечение все на месте, средства выхода при аварии на месте. Единственное, что пассажиры у нас несколько не культурно, кто-то ехал, печенье ел, бросил он там под сиденьем. От зоркого взгляда ревизора не ускользнет ни малейшая деталь в салоне автобуса. В преддверии подготовки к мундиалю специалисты заглядывают даже под сиденья. Чистым общественный транспорт должен быть как внутри, так и снаружи. Замечания уже имеются у трех автобусов, грязные, санитарное состояние, внешний вид кузова. И также имеется замечание, отсутствует информация о водителе внутри салона. Навести порядок в сфере перевозок намерены транспортные инспекторы. С повышенным вниманием также проверяют, соблюдается ли график движения по маршрутам, есть ли у водителя сопроводительные документы. Нарушители обещают наказывать рублем. Штраф за грязный кузов, например, 3000 рублей. Начальник колонны 19 маршрута рассказывает, чтобы отвечать всем требованиям, они полностью обновили автопарк и усилили меры контроля. Там есть медик, механик, диспетчер. При выходе есть специализированная яма, техническое состояние, чтобы проверять. Второй год существует мойка. Вечером водитель приезжает, мойщики, перегонщики там есть. Вечером догоняют на мойку. Утром водитель приходит, уже машина чистая стоит. Держаться крепче за баранку и внимательно следить не только за дорогой, но и поглядывать на часы – обязательные условия работы для водителя общественного транспорта в мегаполисе. Стоять дольше 60 секунд на остановке с момента, как в салон вошел последний пассажир, запрещено. Также ни в коем случае нельзя грубить, ведь в начале июня для многих гостей Екатеринбург начнется именно с маршруток.